приветствую друзья возвращаюсь к записям полезных видео поэтому подпишитесь активируйте колокольчик чтобы не пропускать видео ставьте лайки и тогда это видео смогут увидеть другие люди пишите комментарии и наиболее интересные вопросы мои кураторы отберут для прямого эфира который происходит каждую среду чтоб я могла ответить на ваш вопрос я бахтина елена моя специальность врач-акушер-гинеколог генетик и уже очень давно я работаю как нутрициолог начинаю с темы которая редко подымается в моих чатах потому что и тема называется либидо потому что человек улучшая себя как-то самостоятельно и решает и этот вопрос но также я сегодня буду говорить немножко контроля веса потому что контроль веса и либидо это ну вещи очень-очень взаимосвязаны и мне сегодня будет помогать как всегда замечательный проект который делает биологически активные комплексы собирает травы по всему миру и делает волшебство в одной таблетке целая программа в одной таблетке сегодня я вам это покажу и вы со мной согласитесь и так либидо похоть желание страсть стремление вот но в общем чтобы об этом не говорили собственно говоря половое влечение и нам нужно разобраться что является женск женскими афродизиаками афродизиаки женские это который повышает либидо у женщин donkva я очень люблю donkva и использую в виде family ком комфорт стон кого у женщин разного возраста витек священный думаю тоже знаете в эту травку которая используется за счет как она работает ингибирует синтез пролактина если у женщины много пролактина то это подавляет ну вот половое желание также битекса замечательно работает щитовидной железой потому что если гипотиреоз тоже полового желания как-то маловато цинк подавляет связывание пролактина с рецепторами так работает буира пуама мака о маке перуанской или просто клоповник я сегодня подробненько вам расскажу горянка крупноцветная мира это это фитостероиды молекулы которые похожи на стероиды находится в кто хорошо знает ассортимент нсп в защитной формуле в босфеле и си си эй дамиана такой себе травяной антидепрессант который хорошо работает и у мужчин и у женщин и содержится в состике slim но сейчас по моему его нет но я сегодня вам еще расскажу о доме они эуриком а черный шоколад потому что содержит вещество неофиламин поэтому иногда нам хочется съесть шоколадку чтобы повысить себе настроение но и видите афродизиак в том числе пчелиное маточное молоко и корневище крапивы как работает ингибирует белок связывающий половые гормоны что если такой таких белков много то тогда мало свободных гормонов например тестостерона свободного мало если много белка который связывает половые гормоны теперь посмотрим на мужские афродизиаки смотрите тут на первом месте аргинин причем нужно дать 4 грамма как работает расширение сосудов в том числе на сосудов но полового члена до расширения сосудов улучшение кровоснабжения лучше эрекция алкалоид йохин бин вот на на здесь рядышком есть состав капсулки а и очи все химбы которые продаются на рынке постсоветского пространства и доходит кора корня йохин б и много чего другого тоже прилив крови к органам малого таза усиление половой активности стимуляция деятельности нервных узлов спинного мозга то который управляет эрекцией то есть это фактически если все все правильно подобрать мы можем создать растительную виагру аргенинат циклах цинка хорошо работает на мужчин та же самая мака перуанска то есть женские афродизиаки очень часто являются и мужскими тоже корень женьшеня но это тоже это всем известно сегодня будем о нем говорить кардицепс это высший гриб та же самая дамиана сарса парила горянка посевная та же самая мыло пуама и пчелиное маточное молоко вот это мужские афродизиаки как бы нам это собрать все в одной капсулке начнем с маки перуанской за счет чего работает или клоповник амиды жирных кислот причем разные разновидности и приводят к увеличению потенции смеси и медозольных алкалоидных производных называются они липендины но это если прям научным языком были ли клинические исследования очень сложно биологически активные комплексы и травы проходят клинические исследования потому что клинические исследования нужны для того чтобы доказать что химическое вещество созданное человеком которого не должно быть не может быть в организме но создана человеком не только не вредно но еще и полезно вот для этого есть алгоритмы клинических исследований а для трав это не так важно и не нужно но так как травы это то что особенно пищевые травы то что можно есть все-таки были проведены 4 рандомизированных клинических исследований два из них показали значительную положительную динамику маки на сексуальную дисфункцию или половое влечение у здоровых женщин в постменопаузе и у здоровых но взрослых мужчин когда делали такое исследование на здоровых велосипедистах никакого эффекта не показал было еще исследование оценки влияния маки на пациентов с эректильной дисфункцией действовали по опроснику и и получили значительные хорошие результаты и эффекты давайте теперь посмотрим на корень сибирского женщине или эллиутерокок колючий это адаптоген в корнях корневищах эллиутерокока колючего много всего полезного это 7 гликозидов и знаете за любое растение берутся начинают его изучать и иногда вы выявляют то что вот больше нигде не встречается то есть это уникальная какая-то композиция например композиции которые в эллиутерококе относятся к категории лигнановые гликозиды вот пектины содержит смолы камеди антоцианы вот то есть это очень ценная вещь и это адаптоген давайте поговорим о дамиане которые полезны и мужчинам и женщинам это афредизиак и если если эллиутерокок адаптоген то дамиана работает как антидепрессант много различных в составе эфирных масс масел флавоноидов дубильных веществ и возбуждающих компонентов соответственно повышает либидо и усиливают удовольствие от близости восстанавливает функционирование нормальных половых органов возвращает телу бодрость жизнерадостность то есть это такая такое растение которое можно использовать любих у любых программах в том числе улучшение настроения и в том числе снижение веса просто когда у вас боль лучше настроение и у вас больше энергии вы сделаете больше физической нагрузки в том числе есть и непосредственно психоактивные энергетические свойства то есть не только афродизиак но и антидепрессант мягкое успокоительное действие снижает беспокойство улучшает настроение и используют при лечении аффективных расстройств неврозы ипохондрии и так далее а рядышком я вам показала состав теперь вот смотрите как работает компания nsp они у них в распоряжении различные виды трав небольшое большое количество различных трав они могут собирать травы по всему миру и делать комбинации на чтобы делать комбинации нужно быть очень умненьким чтобы каждая трава усиливала соседку предыдущую поэтому смотрите какой состав экстракт клуб клубни перуанской маки я уже не рассказывала или аргинин мальчики или аргинин корень сибирского женщине туда же мужской афродизиак экстракт овса обыкновенного листья малины это женский афродизиак за 10 минут я просто не все успею вам сказать дамианы и мальчиками девочкам корень лакрицы это солодка это солодка и вот совсем чуть не буду проговаривать и это продукт который называется boost это новый продукт он доступен только на территории европы и этом афродизиак адаптоген попробуйте обязательно есть описание на сайте видите экстракт клубни перуанской маки что делает к сибирский женщине что делает и так далее можете остановить картинку и дочитать без меня то есть собрали все что может работать как на улучшение либидо так и на мягкий седативный эффект и адаптогенный эффект адаптация к чему к стрессу напоминаю параллельно нужно доложить цинк но не все положишь в одну копилочку доложите цинк это полезно и мужчинам и женщинам цинк на самом деле но у мужчин это еще и борьба с ферментом который ворует тестостерон есть такой фермент ароматаза он мужчину женщин есть он берет из тестостерона делает эстроген и если вы у женщин это окей ладно то мужчины это не окей поэтому добавьте пожалуйста цинк на европейском рынке есть глотательный цинк на рынке по советского пространства есть сосательный цинк которым вы можете использовать которым можете пользоваться но друзья я должна вас я бы хотела конечно иметь таблетку от всего чтобы ко мне пришел чек я хочу хорошая либидо на тебе таблетку него хороший либидо я хочу там походить найти таблетку и он быстренько похудел я хочу чтобы волосы выросли на для волос таблетку но такого не бывает то есть если рухнула либидо это значит организм каким-то причинам не хочет размножаться может быть ты недостаточно здоров для размножения спрашивает организм и тебе нужно как бы собой позаниматься может пример вес большой или давление высокое какое размножение какое либидо ты в опасности стресс и тебе не до размножения те другие задачи спасаться на или у нас засуха хозяин или голод какое размножение не будет никакого либидо это люди которые любят помещать себя в небо неблагоприятные условия пусть организм справляется или просто некогда собой заниматься или мы сидим в засаде это когда низкая двигательная активность и при этом высокий уровень стресса дистресса в этой ситуации тоже нет не до размножения не будет работать либидо сколько вы себя бустом не кормить и надо попробовать конечно вот а или не хватает минералов и витаминов но смысле и хватает но 1 1 еле-еле это с дефицитами и организм от нее не менее мы не будем размножаться мы не будем заводить себе 2 потому что тогда все витамины минералы пойдут плоду зачем нам это ну я могу придумывать дальше там допустим зашкаливающее давление зашкаливающий инсулин и так далее в общем болячки это не до размножения поэтому нет либидо варианты придумайте себе свой вариант друзья ко всему нужен системный подход в такой системный подход если у вашем теле поселилась хоть одна хроническая болячка то под этим видео есть ссылка на книжку старости нет если вы любите читать или на систему старости нет систем если любите смотреть короткие видео заходите в систему старости нет и выходите из нее 25 лет почти гарантирую что я для этого все сделала осталось сделать вам хороших вам результатов и обязательно попробуйте пуст